Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач, которых мы показываем активных граждан, граждан, которые считают, что они пробудились, граждан, которые занимают свою активную гражданскую позицию. Сегодня у нас в студии в гостях тоже очень активный человек, это один из наших активистов, который пришел помогать нам. Я даже помню, когда она пришла раздавать листовки, я даже ее не знал. Позвонила какая-то девушка, вышла, мы раздали, и после этого мы познакомились. Я очень хорошо к нему отношусь. Знакомьтесь, Ирина Данилова. Ирина, ну вот сразу я задам тебе такой вопрос. Почему? Почему ты решила примкнуть к митингующим? Почему ты тебя возмутила на одно значение Дмитрия Трапезникова? Почему ты заняла такую позицию? Ну, на самом деле, можно сказать так, что, как сейчас, наверное, уже даже модно говорить, пробудилась. Никогда не была политичным, аполитичным, да, вот эти слова. Я просто этого не касалась, на самом деле. Мне эта тема была не столько интересна, больше, наверное, своя жизнь. Как-то живешь, жизнь проходит, идет, развиваешься, и все. В какой-то момент, просто сейчас уже в век технологий, да, когда все доступно, вся информация есть рядом, под рукой, хочешь ты это или не хочешь, ты это увидишь в любом случае. И вот после того, как сняли предыдущего главу города, безусловно, меня интересовала тема, кто же все-таки возглавит наш город, кто все-таки постарается, возможно, нас привести там к светлому пути. Раньше мне казалось все настолько безнадежно, настолько меня эта тема не сильно интересовала. Наверное, эмоционально, морально, умственно я была не готова к этому. Плюс я все-таки женщина, наверное, меня больше интересовала как бы быт, да, семья и все прочее. Здесь в какой-то момент, увидев информацию о том, что приехал такой дядечка к нам по фамилии Трапезников и будет теперь руководить моим городом, меня возмутило еще даже до того момента, пока я стала искать о нем информацию. Правильная эта позиция или неправильная, но она моя, мое личное субъективное мнение, что город Элиста должен возглавлять местный житель, тот, который здесь вырос, тот, который знает судьбу калмыцкого народа, тот, который знает все наши проблемы и все наши достоинства, тот, который знает наш менталитет, тот, который знает, что, как называется это, Господи, мальчика и дракона трогать нельзя, потому что это наша история потому что практически каждый начинал свои отношения там тот который знает что умные остановки с вай фай нам не нужны дайте нам транспорт потому что мы долго на основках мы не стоим столько но уж тем более те которые живут черте скажем так активной части города но мы не стоим больше пяти минут зачем дайте мне поесть и дайте мне нормально уехать как правильно я понял то есть ты только услышала что временно исполняющие обязанности назначили дмитрия трапезникова ты даже не знаю ни о нем ничего сметилась ты сразу возмущились сразу потому что он не относится к кому он даже не относится к российской федерации круто это первое далее конечно я стала искать информацию кто это что это за личность нам его представить действительно как супер для антикризисного менеджера мне хотелось убедиться в этом что почему именно этот человек пришел для чего но к моему великому сожалению я не нужно ничего ничего хорошего лично для меня что меня бы убедила бы я не нашла соответственно как бы я приняла решение такое что возможно моя позиция может быть какой-то неправильный для именно жителей листы может быть она для меня такая а на это время еще не было митингов это вот прям буквально все очень стремительно так развивалась то есть только озвучили да вот это вот все я вышла на площадь на пагоду когда уже объявили о молебне о том что люди могут собраться поговорить я пришла послушать людей которые более опытных которые более умные даже и я пошла послушать понять для себя что говорит народ почему мне доволен а может быть кто-то выскажется в пользу того что он нам необходим и убедиться правильно ли твои мысли были неправильные ну то есть убедиться в том что они правильные лично для меня мне не нужно потому что моя позиция для меня она всегда естественно в приоритете но я хотела послушать людей с целью того что может быть для меня она правильно а в целом для жителей может быть я не имею права возмущаться вот настолько нужно принять этого человека либо послушать людей которые скажут почему он оправдал он может быть он нам действительно необходим именно он и только он сам все я пришла на пагод ну и как тебе понравилось на погоди 1 октября мне понравилось меня наверное больше захлестнули эмоции даже от того нет даже не столько того сначала да сколько что говорили люди а то что они пришли за столько лет ну может быть я не видела и не слышала тех митингов которые были до валерий антонов для семи николаевич тех и все прочего то позиция на что потому что либо в силу возраста либо в силу занятости либо то что я спала наверно да и за столько лет впервые люди вышли вышли высказать свое недовольство они не вышли под гнетом того что давайте все госслужащие бюджетники выйдем и будем кого-нибудь восхвалять нет люди вышли проявить свою гражданскую позицию меня прежде всего именно это воодушевило что вот рядом со мной люди с которыми я живу с которыми я работаю с которыми я езжу маршрутки с которыми я там пересекаюсь где-то в кафе да и каких-то общественных местах при этом они все разные это те люди это мои соседи это мои жители старшее поколение более младшие люди ровесники мои вышли помимо того что они вышли может быть большинство пришло также как и я послушать людей но ведь были те которые смогли высказать свою позицию уже когда на тебя пристально смотрят да у застом 100 окон белого дома дома дом верно это для нашего народа именно для наш это много это на самом деле это глубокое уважение я послушала у тебя бога и уважение к тем людям которые там находим которые там находились наверное к себе в том числе что на этот раз я не осталась стороне на этот раз меня это все зацепило а вот раз мы начали говорить о митинге о молебне до 1 тебя я говорю всегда там была такая обстановка внутренние мне кажется если мы куда-нибудь пошли бы этой толпой мы все перевернули мне кажется там было такое воодушевление такой был энтузиазм какой был патриотизм ты это почувствовал безусловно да единственное что я буду объективно и честно об этом говорить мы потом вернемся мне кажется немножко позже к этому более наверное детально что немножко что была ложкой дегтя лично для меня это была оппозиция я сейчас говорю там столько за отдельных некоторых личностей которые в целом пытались перетянуть все-таки одеяло на себя то есть мы вышли говорить о трапезниками допустим да пообщаться и говорить там уже все там и путин пошел и медведев и вот это и хасиков и все прочее как бы да это была такая ложка дегтя которую я лично попыталась как бы тоже я подошла к ребятам активистам сказала что ребят давайте все-таки мы будем говорить типа одной темой согласен а вот ты очень часто сказала я спала я спала что для тебя значит пробудиться пробудиться для меня а значит что в моем лично лексиконе как оправдание и я не принимаю других людей когда звучат слова я политичен мы не можем быть политичны или аполитичны потому что мы можем быть либо равнодушны либо неравнодушны потому что нашей маленькой республики нашем маленьком городе если ты его любишь если ты неравнодушен ты не можешь говорить меня не интересует политика потому что я даже не считаю это политикой я считаю это судьбой просто нас все жизнь на каждого не только нас на и наших детей Поэтому для меня пробуждение в этом, когда ты осознаешь, что это не политика, это твоя жизнь, это судьба твоих детей, твоих соседей, твоих родителей, в целом людей. Потому что, безусловно, каждый из нас может возиться дальше в своем коконе и прожить, как мы и жили, как и я жила. Но если ты не роднодушен еще и к судьбе остальных жителей в целом, безусловно, я могу уехать, ты можешь уехать. А дальше? Что дальше? Где наш дом? Где наша земля? Ну, для меня пробуждение, наверное, в этом. В этом. Ну, хорошо, что мы об этом заговорили, да? Хорошо, что ты говоришь, это круто очень. А понимаешь ли ты, что пробуждение, да? Надо хоть там митинги, пикеты, там. Это тот минимум, который необходимо проводить с жителем республики. Чтобы добиться тех целей, да хотя бы тоже сформировать гражданское общество и влиять на власть. Ну, вот этот вопрос, наверное, мы на нем как-то так вот и задержимся, потому что он для меня очень глобальный. Немножко такого предисловия, да, вот как я пробудилась, как я пришла. То есть начиналось же с каких-то мелочей, да? Раздать листовки нужно, да, что-то там распространить информацию действительно, да? Скинуться там, не знаю, по айной сумме на аппаратуру, допустим, для проведения митинга. Дальше это уже пошли вот такие какие-то собрания активистов, на которых мы друг другу помогали, высказывая свою позицию. То есть как-то понятное дело, да, что я, например, там не самый умный человек или не самый опытный. Конечно, я приду и послушаю тебя. Что скажешь ты? Мы с тобой можем вступить в какие-то дебаты, из которых рождается какая-то истина, да? Там ты услышишь меня, я услышу тебя, мы посмотрим как-то объективно со всех сторон. Например, каждый человек пришел, высказался. То есть это уже пошла, как я считаю, это уже пошла действительно такая работа. Далее пошли встречи с депутатами. То есть это еще шаг был вперед в этом направлении. Что не могло, конечно, не расстраивать, да, и не разочаровывать настолько, что для меня вот до сих пор это был главный, наверное, удар, потому что это уже не глава республики, это уже не глава города, это вот люди, с которыми я вот на одной обеспеченной кредке живу. Ну, те же наши люди. И оказалось, что, ну, к моему великому, да, сожалению, что они недостойны моего уважения. Они недостойны того выбора, который сделали люди, голосуя за них на выборах. Ты ходила к скольки дебютантам? Я, получается, была у трех, по-моему, да, депутатов. Два или три раза, да? Два или три раза, да, уже не помню. И вот эти вот... Все видели эфир, нам не нужно было ничего говорить, нам не нужно было подводить резюме, нам не нужно было просто показать. Никто никого не топил, мы действительно общались. И фразы у одного депутата, да, у учителя, я проголосовала за Трапезникова, потому что у меня сноха живет в Украине. Да. Ну, довод, видимо, довод, да, для кого-то. Другой сказал, что вот как бы я пришел в КГУ учиться, а, кажется, там надо было учиться. А я туда пошел, потому что я как бы думал, ну, вот как-то прокатит. Тоже, да, как бы странно оправдывать Орлова. Ну, на самом деле, вот эти вот встречи для меня, они были настолько показательными, но они были не показательными, что вот они плохие. Они были показательными, насколько мы безответственны. В таком смысле? Насколько мы безответственны, когда вот мне говорят. Зачем я пойду на выборы, за меня все решено? Приди на выборы, возьми этот бюллетень. Если ты считаешь, что нет среди недостойного кандидата, нарисуй большой-большой крестик, порви его, в конце концов, и кинь в урну. И твой голос, он не будет зачтен вот за таких кандидатов, например. Это раз. Во-вторых, до выборов, ну, ведь у нас такая маленькая республика, мы через там шесть рукопожатий, да, в Калмыкии она сводится, наверное, до трех, да, мы можем узнать про каждого все. Почему никто не увидел, что у депутатов многих, например, такие задолженности, денежные задолженности? Разве это не говорит о том, что человек, наверное, не очень порядочен, не очень ответственен перед самим собой, перед землей, где ты живешь, перед там городом, республикой или кем-то, банковским, через неважно, когда ты берешь на себя ответственность, ты должен ее выполнять. Ну, и много-много вот этих вот факторов про эти площадки, да, детские, за которыми мы благодарим, которых нет, и все-все прочее. Когда учителя, директора школ с листочка читают и записывают, какой-то у Сергеевича замечательный. Все это настолько низко, настолько печально, и это наша с вами ответственность. Мы допустили их в эти кресла, мы их туда посадили. Они шли все, как говорит депутат, да, Чужая? Для меня это была такая неожиданность. Ну, ты депутат городского социума. Ну, одна сказала, дорвалась, одна сказала. Ну, вот это вот все, это наша с вами ответственность. Это говорит о том, что насколько мы все безответственны. А мы могли это все перевести. И мы можем, самое главное. Для меня, наверное, из всей вот этой вот деятельности самый главный вывод, это вот в этом. Ходить на выводы? Ну, я всегда ходила на выводы. Другое дело, что насколько ответственно к нему, к этому подходить. Я агитировала даже за некоторых наших депутатов, думая, что они одни. Как только машина перемелилась в это, человек оказался совсем другим. Но это нам тоже, мне, наверное, лично, тоже большой урок, что не настолько ты грамотный человек, не настолько ты мудрый человек, сколько ты должна еще научиться, и сколько ты должна сделать, если ты неравнодушна. И вот эта вот все деятельность, она пошла, она пошла очень активно, эта деятельность. То есть, это занимало большую часть моего времени. Да, я помню. Свободного и несвободного. Помимо того, сколько мы делаем, идем депутатом, встречаемся на собрании и все прочее, помимо этого мы приходим домой, и наш разум, он занят. Ты не отпускаешь, да, вот это вот все, да, там женщины нормальные, да, хорошие женщины, они ложатся спать и думают, моему ребенку нужно приготовить завтрак, да, мужу надо завтра погладить рубашку, а я ложусь, это мой город, это мой город. У меня тоже так же. Вот, нет, когда мы не пропускаем все эти новости, мы не пропускаем, да, мы подписаны там на все эти издания, все-все прочее, мы читаем всю эту информацию, мы ее анализируем, к чему мы идем дальше. И это не отпускает тебя круглосуточно, ты круглосуточно в этом. А ведь это же все негатив, а ведь это все печаль. Когда в интернете начинает тебя склонять просто абсолютно там по всем, да, склонение как только можно, это же не прибавляет тебе позитива, это не прибавляет тебе воодушевления, это не прибавляет тебе даже физических каких-то сил что-то делать. Но почему я пошла именно активно, да, вот так выражать, почему я пошла именно, ну, уже будем говорить, это движение в любом случае, да? Да, это движение. Потому что я подумала, что это нужно моему народу, тем, с кем я живу, моим соседям, жителям, там, листы Калмыкии в целом. Я посчитала, что им это нужно, как и мне, вот в равной степени. И что вот, ну, я же вот более, может быть, там, какая-то активная, смелая там, да, или что-то еще. Может быть, во мне есть там, может быть, у меня больше свободного времени, или что-то еще. Я подумала, ну, почему не я? Ну, я сегодня пойду, а завтра придут еще много людей. И, к моему сожалению, этого не случилось. А, то есть, мне пришли другие люди. Это не случилось. Ну, понимаешь, будем объективны, 4 тысячи человек вышли один раз на один митинг. Согласен. Все. И вот эта вот история, когда мы стоим, я не знаю, на холоде, да, ты стоишь с температурой, там, я не знаю, ты столько всего уже сделал, ты столько выслушала, ты от администрации города, да, и от всего прочего. И когда ты стоишь и смотришь на людей, 300 человек, ты, безусловно, им рада, ты, безусловно, с глубоким уважением к этим людям. Но остальные сидят на диване, в тепле, в прямом эфире и пишут, красавчики, вы такие молодцы, вы такие, так держать, мы так вами гордимся. Да мне это не нужно. Мне не нужно, чтобы вы мной гордились, мне не нужна ваша похвала. Я хочу, чтобы вы были здесь, если вам это нужно, если вы неравнодушны. Потому что сидеть и наблюдать, что вы молодцы, вы сделаете, вашими руками, извините, там, жар загребать, а мы потом все будем радоваться. Я не такой человек, наверное, я не такой, как бы это сказать, пусть бы как бы это не звучало, бескорыстный, что вот я вот готова свою жизнь положить на вот это, пусть меня прессуют, пусть меня завтра не будут брать куда-то на работу, туда будет становиться. А вот зато вам жить будет потом хорошо, вдруг у нас получится. Ну я не такой человек. Ты это называешь пассиональность? Я не такой человек. Это во-первых. Во-вторых, наверное, мы и подошли к тому вопросу, к ответу на вопрос, который ты говоришь, что это вот только маленькая такая толика, что нужно сделать. Я с тобой согласна полностью, что это была такая верхушка айсберга, но почему я, вот многие мне задают вопросы, где ваша активность, почему. Да, я отошла, этому было несколько факторов, на самом деле. И один из них, это была пассивность людей. Самый главный. Нет, не самый главный. Один из, это была пассивность людей. И я в какой-то момент стала вот действительно анализировать ситуацию, что вот почему люди не выходят, почему люди не пытаются точно так же изменить. То есть они пишут мне, ты депутату, скажи так. Да, да, да. У меня тоже такое было. Так, пойди, возьми свой телефон, сходи на прием и скажи так, как тебе нужно. Хотя без телефона скажи. Ну, нет, ну вот они же шоу смотрят, как сказал, чужая в реалити-шоу играете. В реалити-шоу. Вот. И меня стали вот эти вот моменты, они стали меня возмущать, когда меня учат, когда мне говорят, иди сделай то. Безусловно, я была бы, наверное, рада тому, как говорят, за тобой стоит там сыр, а за мной стоит еще кто-то, а затем стоит кирсан. Наверное, я была бы рада даже, если бы за мной стоял какой-то очень умный, мудрый, взрослый и опытный человек, который меня мог бы направлять. Если бы мне еще зарплату за это платили, было бы вообще идеально, я бы этим занималась. Но когда я стала анализировать еще и то, что насколько люди пассивны и почему я лично, но это только мое такое, да, субъективное мнение, может быть, я не права. Мне показалось, что людям это не нужно. Ну, я говорю в целом. Я не говорю за те, там, не знаю, 4 тысячи, людей, которые пробудились, которые считают точно так же, как я, допустим. Я говорю в целом за людей остальных, потому что мне кажется, что вот кто сказал, что им плохо, они живут в своей зоне комфорта. Кто сказал, что им трапезнику мешает? Ну, вот имя, кто сказал, что он плохой, кто сказал, что его здесь быть не должно. Почему я имею право, себе предоставляю право решать все в целом за людей? Потому что для меня черное это черное, а белое это белое. Если тебе не нравится платье, ты его носить не будешь. Если тебе не нравится этот ресторан, ты в него не пойдешь. В конце концов, если тебе сильно не нравится твоя работа, ты с нее все равно уволишься. Точно так же и в этой ситуации для меня так, что если тебе не нравится, ты выходишь и что-то делаешь. Те люди, которые остались пассивными, лично по моему мнению, наверное, их все-таки устраивает. может быть не боятся. Я не принимаю этот факт. Почему? Просто как человек не боязливый, не трус, я не принимаю этого остальных людей. Наверное, это неправильно, но я не это не принимаю. Вот это лично для меня, за большинство людей, могу сказать, что это их зона комфорта. Им комфортно так. Мы говорим о том, что дайте людям кушать. Люди кушают, если так взять, у нас пробки в городе, листа стали образовываться, людям пробуют кушать, у нас в ресторанах все гуляют. На самом деле, я подумала, что может быть, все не так плохо. Может быть, это моя какая-то позиция, та, которой я не имею права навязывать людям. Идти к депутатам, говорить, посмотреть на них. А ведь, наверное, большинство считают, что они хорошие. А мне немножко не складываются. Вот ты говоришь, ты была разочарована в депутатах, что это твоя ответственность, что мы выбрали не тех людей. И говорить то, что эти люди сидят, ну, для тебя уже все ясно живи. Надо было продолжать. Я не имею права, я считаю, что я не имею права решать за большинство. Вот мы сейчас с тобой сонал пойдем до конца, уберут трапезненького, а в нас вот такие булыжники полетят и скажут, вы что? Он был самый лучший. Понимаешь? Ну, как бы, тут у меня пошел такой диссонанс очень сильный. Почему люди... Значит, ты засомневалась в своей право? Нет. Для себя лично, для своего мнения, для своей совести. Я права. Но я не имею права решать за большинство людей. Потому что, если они молчат, значит, их устраивает. Понимаешь? Следующий шаг, да? Которого... здесь остановишься поподробнее. Если они молчат, значит, их все уцаривает. Ты только что, мне когда говорила, ты увидела своих людей, люди не ровно, когда ты говорила, что ты пробудилась. Это наш город. Если им безразличны, значит, им нужно показать, что ребята, у нас бардак творится. И когда они посмотрят, узнают их мнение, бардак им не бардак. И тогда пусть, делать вывод. Если они говорят, не, у нас все хорошо, да, мы не трогаем. А когда они говорят, как они нам показали? Вот это толика, пробудилось, наверное. Или они, может быть, никогда не спали. Вот они, да. А вот это вот все, они нам показали, на самом деле тебе показали, и мне, что их все устраивает. Статистика такая, что активных граждан, процентов 10, которые ведут за собой, остальных. И просто мы-то, если ты уверен, и ты говоришь, что я говорю правду, ты говоришь, ты должна ее показать, ну, там, супер доказывать, я считаю, что не надо, показали, чтобы люди посмотрели, то есть, было бы с чем сравнить, а, да, значит, Ирина права. В том-то и дело. Понимаешь? Я ее показала. А они не увидели. может, они не увидели? Ну, извини меня, я не считаю себя, может, они просто не увидели. Там, Жанна Дарк, я не считаю себя Че Гевара, который пойдет завтра, совершит революцию, да, переворот такой будет, и я всех сейчас пробужу. Никто не просит. И никого за руку вести. Я тоже не буду. Я не считаю себя, во-первых, компетентной. Я не считаю себя тем человеком, за которым должны пойти люди. Нет, я высказала свою позицию, я активно ее выражала в Инстаграм, например, да, в интернет-броссах. Люди посмотрели. Каждый для себя сделал вывод. Ир, да, ты права, я согласна с тобой. И пришли. Большинство сказали, может быть, где-то там тихо, 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 за диваном в углу своей квартиры. Они правы. Но я не пойду. Почему? Для этого много. Боится. Кому-то комфортно. Не, смотри, я тебе объясню. Ну, я не признаю, видишь, вот это не боится. Я тебе объясню. Мне все говорят, Санал, ты молодец, ты прав. Мне полицейские говорят, Санал, молодец, вы правы, вы правы. Это лицемерие. Согласен. Но я думаю, что когда будет тот момент, а момент это выборы. Правильно же? Выборы. Из кого-нибудь мы будем переизбирать. Вот тогда они сделают этот шаг. Вот я на это надеюсь. Пусть мы не сможем вывести тысячи народу, когда полицейские снимут форму и станут за нас. Нет, мы же не говорим, только заметим. Там, нет, мы не сможем даже заставить. Но они, самое главное, пусть не приходят на мисс, самое главное, чтобы они сделаны потом правильный выбор. А не так, как было 8 сентября. Я считаю его так. Ну, я уважаю твою позицию. Тебе есть столько, скажем так, твердости твоего убеждения, что ты готов и дальше. Я объясню дальше. Мы не про меня. Я объясню дальше, почему. Один из факторов, почему я прекратила активность, это было вот это. И последнее, это было, наверное, когда я стояла на митинге, когда это было, 17 ноября, когда я помню, что я пролежала всю ночь температуры, я пришла все равно на митинг, потому что я не могла не пойти. Я смотрела на этих людей и в конце концов, я сказала, я больше этого делать не буду, потому что я посчитала, что это людям не нужно. Это первое, да, вот то, как я объясняла, что я не имею права брать на себя такую ответственность, чтобы людей переубеждать, вести там и вершить революцию. Это первое. Во-вторых, я человек очень позитивный. Я знаю. Очень позитивный. И тут на несколько месяцев я оказываюсь просто вот в этой турбулентности, да, негатива, полнейшего, когда тебя оскорбляют, когда про тебя там что-то говорят, когда там, забрасывают там, образно говоря, камнями и все прочее, когда ты сама находишься в той ситуации, когда, боже, у нас все плохо, мы все умрем, когда Хасиков каждый день подкидывает дров, и тебе уже даже не смешно, то есть, это уже не Кличко, над которым мы можем посметься, потому что Кличко, ну, в Украине, ну, и ради бога, да, это вот здесь у меня дома. И когда ты постоянно находишься в этом, мне тяжело, мне тяжело, тяжело как человеку, который привык жить в позитиве и говорить, все будет хорошо, просыпаться каждый день, у алтаря молиться, да, и говорить, спасибо за этот день, мне стало действительно низко, не тяжело, я поняла, что страдает еще и моя семья, то есть, то время, и умственно, и физически, которое ты отдаешь этому движению, да, этому всему, ты, естественно, крадешь, забираешь у своей семьи, у своего ребенка, у меня ребенок учится в 11 классе, естественно, там, нужно пристальное внимание, нужна поддержка, у нас подготовка к ЕГЭ, у нас поступление, все, а мама там, да, вот как бы за других жителей, беспокоится за себя, конечно, тоже, если, тоже, наверное, неправильно, плюс, финансовая, да, такая подоплека, конечно, я не могу посвящать этому столько времени, мне нужно работать, мне нужно, как бы, там, заниматься своими делами, плюс, я человек активный, у меня игры, тренировки и все прочее, то, чем я жертвовала, если честно, ради себя, конечно, я не могу сказать, что люди, я ради вас, пожалуйста, нет, безусловно, и в какой-то момент я стала немножечко отходить, чтобы дать себе просто какие-то хотя бы передышки, чтобы просто посидеть с подружками и посмеяться о чем-то, посплетничать, чтобы уделить там время, не знаю, своего ребенка, племянникам, пойти на тренировку, там, да, и все прочее, а дальше уже, наверное, пошло как-то вот по накатанной, то есть, буду честной, меня немножечко стала еще и смущать та политика внутри этого движения, немножко вектор изменил свое направление, то направление, которое видела я, которое желала я, оно стало меняться, мне это не понравилось, мне не понравились многие действия, которые некоторые активисты, допустим, да, или оппозиция, потому что я себя к оппозиционникам не отношу, какие они стали совершать, безусловно, это их выбор, я же не могу им сказать, не делайте так, но при этом все, я же понимаю, что меня оппозиционируют с ними, все равно мы одно единое, как будто бы целое, как будто бы, и тут получается так, что это делаем мы, и мне так и высказывают, а мне так и высказывают, Ира, вы что, Ира, вы что, а я как буду каждому, я же каждому не подойду, и не скажу, а мне немаловажно, что в этом плане, что обо мне думают, не об остальном, но в этом плане, я стала немножко вступать в какой-то такой более-менее спор, да, но он такой спокойный, взрослый, объективный, что вот как бы я не согласна, мне бы не хотелось, но люди продолжали это делать, все как-то, я вот говорю, действительно сменился немножко вектор, я поняла, что я не согласна, и дальше я не хочу, да, я стою в своей активной гражданской позиции, она уже назад не откатится, не всегда. она сформировалась, ты сформировалась. Уже все, уже не будет никогда такого, что там, я пойду поставлю галочку за кого-нибудь, кто мне посимпатичнее на фотке покажется, к примеру, уже я так делала, Я считаю, что вот это самое главное. Для меня это самое важное, что я вынесла, для меня важно то, что в процентном соотношении это все равно много, те, которые пробудились, да, ну как бы мы же так говорим, пробудились. Те, которые мне говорят, мы за вас, мы пробудились, но пока сказать не можем. Ну, я не хочу развивать это темно, потому что я могу обидеть людей своими высказываниями, я в этом плане, мы здесь говорим правду. Я в этом плане категорично, и люди, которые говорят, я боюсь, мне нельзя, или что вот, я еще понаблюдаю, для меня не заслуживают в моем, в моей дешевле понимании. Как ты их называешь? Я не хочу никак называть, потому что я не хочу. Нет, я говорю, мы говорим правду, это передача на то, что я говорю правду. Правду, понимаешь, тоже нельзя там кидать в лицо эту правду. Она у меня есть, все, я не имею права, Ирина, ты говоришь. Ну, я думаю, все поняли, что Ира имела в виду. Я, безусловно, благодарна, и, конечно, я искренне как-то вот прям люблю тех людей, которые вместе со мной, бок о бок, с которыми я, то еще по лицу, да, стояли, обсуждали, говорили, с которыми таскали те же самые аппаратуры, которые подкладывали локоть, чтобы забрались на эту скамейку. 27 числа, да, хорошая новость, какие-то уже говорили, что все-таки может быть гуманные суды где-то там, не в России. В России. Я искренне этим людям благодарна, и я действительно с большим уважением, потому что я много подчеркнула, очень много узнала, мне, по большей части, мне это понравилось, но я считаю, что у меня нет, наверное, нет возможности внутреннего такого вот ресурса и опыта, чтобы продолжить это, потому что я вижу это немножко иначе, я вижу, что нужно изнутри этот улей, я не знаю, да, что это еще, как бы разворошить. Тебе нужно внедриться туда, да, короче, во внутреннее. Ну, внедриться, да, смеялись, но я к тому, что мне бы очень хотелось что-то делать для своего города, мне бы очень хотелось сделать что-то большее, чем, да, не мусорить, допустим, там, или что-то еще для своей республики, может быть, я к этому когда-то приду, может быть, у меня в жизни, ты юристов, да, мне предоставить такую возможность, в которую я смогу что-то делать, но я сделала для себя один вывод, не при нынешнем руководстве. Не при нынешнем руководстве города или республики? их города и республики мою позицию знают все что я не только против трапезникова я теперь уже и против хасикова я категорично и однозначно считаю что он должен быть почему теперь ты против хасик и когда ты только что пояснила но мой на мой вопрос и ты что по полемике было кана трапезник когда ты пришла к такому выводу но практически сразу с момента исполнения его обязанности исполнили не исполнение ну он пытался же какое-то время исполнять но вот в кавычках сейчас модно это слово из для меня так но я как-то так считала что подворачивает ножку ну вот мы должны все помочь а для этого он должен собрать команду вот ты некомпетентен обязательно же ты должен сам умный быть не должен быть руководителем я надеялась на то что он сейчас такой соберет команду из наших специалистов хороших ребят женщин мужчин да парни и девушек и вот эта команда она будет вот эта мощь а ты будешь такой молодец везде стоять говорить что я молодец и меня бы это полностью устроило я хотела работать в этой команде как получается а получается так что ты сам не можешь и команда у тебя еще и такая что не дай бог друзей даже таких но но при этом ты ты говорю что ты молодец но и он понимаешь и он совершает ошибку за ошибкой ошибка за ошибкой ошибка за ошибкой ты уже потом понимаешь что ничего а потом когда ты так топишь за трапезникова за человека мне мне не нужно убеждать в том что ему навязали как ты не понимаешь его заставили из москвы путин медведев я не знаю там сурков да кто-нибудь не важно если ты не можешь руководить сам значит ты не идешь ты пришел ты пришел с каким лозунгом соберут а так и пришел калмыки ну то есть мы к нему идем я считаю что есть более умные опытные может быть сильные люди чем я которые могут помочь калмыки не погибли не исчезнуть вывести на какой-то более новый уровень если это будет происходить я готова вот всем чем смогу помогать я готова работать на какой-то под должности без должности или что-то еще одно помогать ты ты по образованию юрист я юрист я сейчас обращаюсь к нашим представительным государственным органом но можете предложить ну вот как то так вот знаешь вот эти вот все моменты в целом они побудили меня отойти от активны но ты все равно как бы я вижу только в соцсетях в основном я вижу как ты комментируешь как ты грубо говоря там кусаешь до некоторых представителей законодательных исполнительной власти на нашей республике нашего города я думаю что так говорить то что ты отошла и не у него часто активный день да я думаю я тебя считаю все равно нашей своей и линкой мы будем проводить учебу по выборам по законодательству приходить обучаться я просто хочу сказать что мы так все возмущались а трапезниками в этом объявили конкурс завтра второй этап конкурс вот его объявили этот конкурс и тишина и никто не подавал заявку что ты хочешь продолжить дальше я хочу сказать что люди все равно не верят что это будет сейчас что можно что-то изменить потому что у нас действительно много людей ну вот те которые потянут даже те которые придут и скажут ребята обращаясь ко всем жителям листы ребята я не настолько крутой я готов послушать иди ко мне замом иди ко мне этим ты умеешь вот это приходи да давай создадим общественные советы давайте там то 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 но тот который будет работать из тех неравнодушных не надо брать оппозицию если ты боишься бери просто людей которых ты знаешь что они хотят если так человек обратиться и скажу помогите мне ну правда помогите не как трапезников я тут самый умный вы тут жили болоте я сейчас оттуда вытащу иди вытащи свое болото я антиризисный менеджер а тот который искренне придет и скажет я не сам не самый крутой но я хочу а помогите мне давайте вместе трудно согласен собой и вот тогда бы это можно никто не верит в то что сейчас этот конкурс пройдете кто будет там не внутри же понимаешь что избирать его главу администрации будут те же депутаты которых мы показали мы показали то есть смысла нет нового вот поэтому никого не подавал эти там заявки или что-то сегодня будут будет будет записываться конференция по поводу этого придут наши ребята будем объяснять почему мы не подавали но это будет это причина естественно это все понятно поэтому не было таких вот заявок до реальных людей конечно потому что все понимают что это все цирк а вот как ты думаешь случится ли кучу да может быть другого избирать если у тебя только надежды на это она у меня всегда есть потому что если бы ее у меня не было я бы точно не пробудилась я бы точно не участвовал в этом всем я бы точно не разговаривал с тобой даже сегодня здесь сейчас я эта надежда есть всегда потому что если не будет уже ее то все можно ложиться руки скрестить на груди и ждать да когда на самом деле я лично считаю что наша земля не принимает не хасикова не трапезникова не зайца они чужие говорить о том что хасиков калмык лично у меня язык не поворачивается вчера садыки написал просто . земля земля не принимает правда насколько всего происходит да очень много да меня тоже возмущает то что вот когда они ездили на послание президента же вот ездил казачков зайцев хасиков и бальжир кашаев из четверых представителей калмыкии бальжир калмычка баба ту наполовину и трое и двое русских нету калмыков там было большей части а вот я когда говорю калмык или не калмык а я не говорю за вот это вот кровь как ты это я говорю за дух у меня у самой 25 процентов украинской и большую часть наверное как-то так случилось жизнь к сожалению да или к счастью я воспитывалась больше как-то вот в маминой семье там где бабушка моя украинка но при этом жила здесь же естественно конечно это калмыкия листа не важно рядом со мной есть такие люди которые тоже здесь проживали но они говорят я балдырка я индоутка и дают ему же нужно вот я к тому что понимаешь я считаю что это вот внутри калмык может быть русский внутри калмык понимаешь ты будешь говорить я калмык ты но в целом не отрекаться того что я вот там не хочу русскую кровь я говорю что по силе но я тебе тоже перечисляет тот 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 пример тоже самое и просто так и скажу то что у них то что не нету такого вот я о чем говорю то есть я это это я имею я же и я же не говорю о том что вот руководить городом допустим да должен прийти обязательно вот калмык да давайте будем проверять его там наличие украины пусть придет русский парень женщина и мы с местными и меньше отношений у нас рара был раров же был мы тоже мы претензий не предъявлял не выходим но глава региона глава глава республики я считаю что все таки нужно конечно безусловно потому что не умеется на республика национально как бы в любом случае я все равно верю не только надеюсь я верю что перемены будут может быть не так скоро как как нам хотелось мы пришли с вот этим горящими глазами пламенными сердцами что мы сегодня выйдем и завтра трапезников уедет и что мы даже скинем ему на билет я бы скинул ну наверное не так скоро но это будет я тоже уверен что это случится и ну с другой стороны чем дальше это длится тем сильнее мощнее декан более конструктивный продуктивней идет наше движение мы сбиваемся определенные там пусть даже кучки будут но определенного направлению у каждого ну в передачу затерей обучение будем по выбору это будет то есть создается то системная оппозиция да как мы не любим этого слова до 100 системное движение которое уже действительно но будет системным они так толпой на обижали покричать а ну вот будет в дела в действиях и мы молодые появились понимаешь в этом движении я считаю что это тоже хорошо я ищу в этом плюсы и вот я нахожу его следующий хотя бы большой перебью плюс уже до один из тоже нет это я был уникальная ситуация он работает даже он завтра уйдет мы будем говорить блин трапезников работал вот зато показали то есть и мы должны создать такой граждан вот я считаю создать такое гражданское общество я ему благодарен тоже за то что мы вон так стимулируем конечно что вот на фоне вот нас он такой молодец ты сейчас пришла на интервью для на эту передачу да не боишься ли ты не бы не боялась тогда вот каких-либо гонений со стороны власти не только в отношении тебя ты говоришь в отношении семьи да сын там один из на классе вот когда ты шла на это интервью ты думала об этом или не то я вообще в принципе в плане каком я не то что темноты поэтому перестала дома включать оставлять в чем свет это борьба с своими страхами но это с такими личными страхами понимаешь если я у себя дома своим в своем городе там где я родилась там где я как я сейчас уже говорила вышла замуж там где родила ребенка там где развелась там где я счастлива все эти моменты было да за все последовательно и ты счастлива все все эти моменты они все связаны со счастьем конечно мышь если я буду дома у себя бояться кого-то тогда что мне делать тогда где мне будете как если я у себя дома безусловно я допускаю эти мысли да где-то мне эта мысль неприятный может быть я ее в чем-то опасаясь опасалась в том что вот я теперь там найду работу то меня захочет брать и после того как скажет она такая бунтарка да она там все против режима это реально конечно безусловно но с другой стороны санал а как себя уважать если ты сидишь и боишься даже то что я женщину а как мне себя уважать если я у себя дома в моем лично моем город моем буду бояться чужого человека ну что для меня хасиков у моей республики чужой для метро песников на республике очень же почему я должна бояться у себя дома чужих людей это во первых во вторых ну допустим взять моего сына но он учится хорошо да да у меня отличник может быть там он хорошо учится ну что они могут сделать такого и нужно ли это чтобы того не закончил школу что ли но не поступил например там требуется оформлять целевое направление например они тебе не оформят или ты этого не ну пусть не оформят понимаешь для меня это все не предел мечтаний не смысл жизни и сына я своего воспитываю точно также понимаешь конечно я безусловно хочу чтобы он там очень хорошо на высокий балл закончил там сдал егэ конечно я хочу чтобы он поступил да там учиться там и все и и хороший бустом например там было бы прекрасно если он поступал там по целевому и что-то там еще но это же зависит все равно больше как бы от нас там от родителей от него самого например да если этого не случится я не вижу здесь большой беды единственная беда которая может всего этого быть лично по моему по моему это что по этой причине я вместе со своим ребенком уеду из республики вот для меня это будет вот такая трагедия если я уеду по любой другой причине это не будет трагедии это будет мой выбор а если я уеду именно по этой причине вот это беда и эта беда она будет касаться потом каждого в любом случае уже коснулось многих но уже коснулось многих безусловно безусловно вот я сейчас например нахожусь там в поиске работы да я конечно до сих пор находится в поиске я конечно а думаешь на так просто или у нас так трапезников хорошо работает что у нас раз в миллион рабочих мест ну дворником же за 28 тысяч за 28 ну вот как бы я я бы наверное все таки пошла бы но я думаю что мне трапезников не возьмем скорее всего за 28 тысячи ну вот как бы я нахожусь в поисках работы я например понимаю допускаю ту мысль что кто-то меня не захочет брать на работу именно по этой причине ты остаешься собой не стыдно перед собой во первых а во вторых я воспитываю или уже воспитала свободного человека этому я считаю что это очень и очень ведь самое главное для меня это важно ну да я считаю что мы должны быть примером так ирина давай поговорим мы с тобой о сенаторе как ты думаешь как ты думаешь батус сергеевич нам врал целый месяц когда делал вид что боролся за того кого он хотел видеть себя сенатором или на самом деле боролся конечно может быть и так и так на любом случае но уж в этой ситуации мы не все-таки кажется что некая такая но смешная но борьба была я думаю потому что все таки торговать и друг того кого он хотел мы не будем уже говорит не ну он так нет я уже говорю все таки он его друг и по моему мнению ну как у меня сложилось мнение он очень хотел торговать на это место на эту должность я думаю что какая-то некая борьба все-таки подковерная была он пытался наверное как-то продавить немножечко ну наверно по моему мнению это было смешно я считаю что естественно при даче выполнить и о мы уже сказали кто будет самое большое твое разочарование действия хасикова все то есть за отдельные какие-то действия нет то есть все те накапливаются как ты говоришь что что он дает повод дает повод это вот так вот для меня нет самого какого-то такого большого единственное что я могу сказать это не только хасикова обо всех те кто сейчас считает себя властью депутаты да и правительство и город администрации администрация главы регион республики нашей для меня самое большое разочарование их отношение к той кучке оппозиции для меня это наверное сам большой потому что мы все такие вот друг другу через там три четырех человек родственники все друг другу родные и близкие и и отнестись с таким пренебрежением с таким я не побоюсь этого слова отвращением лично для меня было очень сильно обидно но видишься но мы действительно как ты говоришь там мы там молодые амбициозные сильные да такие уже там в чем-то там опыты и что-то еще но когда вот на митинге 27 октября скамейка да это неполучное не знаю я так плакала после него потому что я смотрела наше старшее поколение которые пришли который просто затыкаю рот которые вынуждены были ругаться по залазить на эту скамейку которые конце когда еще заиграла та песня до который не могли сдержать своих слез от того что сколько в жизни пришлось пережить и наверное на ее исходе наблюдать вот эту картину для меня это все было очень больно очень больно потому что как я тебе уже говорила мы с тобой до когда общались что я переживу ну трапезников трапезников зайцев ну зайцев окей если это не изменить допустим не наших силах ну хорошо допустим посетишь все равно уйдешь да но вот за старшее поколение мне очень сильно обидно и больно и простите это хасикову или каждому депутату народного хурала истинского городского собрания или администрации города уж их действия совсем позорных я не могу и не смогу и оправдывать там как ты любишь всех семьи них работа у нас тоже не люблю как его зовут бориса кстати где он уже не работает они ну ладно зачем да ты действительно они уже выбрали что я за них даже нет ну выбрали выбрание свете пусть идут но я знаю что им вот сейчас им точно не очень приятно это точно но раз мы говорили поговорили о нашем старшем поколении да давай поговорим про штыгашев я как-то ты ты помнишь я выходил в эфир даже он где-то на эту панель есть я говорю что нужно разобраться да мы спорили я говорю что нужно разобраться но до настоящего времени я говорю предоставьте нам те секретные документы этих документов нету да то есть он врал значит он в раунке типа вот потом я поговорил с владимиром водохаевичем пушаев наш историк то есть еще подтвердили нам ну что он врал то есть идите до документов нет не знаю запрашивал ли и кто-нибудь не запрашивал да то есть я сейчас считаю да нужно его осудить я к нему критически отношусь но нету неожидание такой чересчур его там наказывать там что-то такое но просто защитить наших на старшее поколение мы обязаны кроме этого ты не смотрел интервью с максом не очень другую точку зрения высказал который я даже не думал он сказал то что там же много наших осталось то их защите с этой позиции я что ты как-то прокомментируешь ровно жадный человек что вот там этого старика теперь да там что гашина нужно теперь вот она хвост и гребу единственная моя четко позиция то что такие люди не должны занимать такие вот мне почему я сейчас например я хоть и юрист нет не подаю заявление там суд чтобы его привлекли к ответственности нет нет не нужно мы не нужно чтобы такие люди не стояли у руля не руководили не несли в массы чтобы не было таких заявлений информацию не вот такие заявления не только эти берешься но если он мог пройтись на такую тему ну что в голове происходит у человека и что он может сделать еще тогда в целом да на руководящий какой-то должен ну вот как бы понимаешь ну это как сейчас вот это сергеевич понимаешь но он же не только вот у нас внутри республики мы чем-то недоволен он же нас представляет россии понимаете ну как бы ну вот по нему же судят все равно она это прискорбно это прискорбно на самом деле пусть там я вызову сейчас гнев там его сторонников но я не перехожу на личности в плане того что там может быть он замечательный человек сам по себе возможно это у меня здесь конечно не не вяжется все равно с его действия может быть он хороший спортсмен хороший спортсмен ну знаешь я считаю что спортсмены они же воины не только на ринге да не только на беговой дорожке они же должны быть по жизни такие характер спортивный должен где это спортивное поведение где этот характер который не смог продавить сын гаджи торбаев у него своего друга где не отстоять честь там своего народа да там мы правильно депортации ну можно без тут мы с тобой можем сидеть до вечера в принципе это все трудно до завтрашнего вечера я не хочу переходить на личности я не хочу говорить что трапезников просто плохой человек например может быть хороший человек ну это мне неинтересно же да потому что не человек точно также например если бы я допустим там завтра подала бы эту заявку на конкурс да наверное мало кого интересовало бы но объективных людей допустим я личная жизнь к примеру наверно бы спрашивали а что ты можешь что-то где-то училась какой-то опыт работы что ты можешь сделать например как бы когда мы говорим о программе что значит трапезников пришел с какой-то программой что хасиков пришел с программой меня один вопрос как люди которые не живут в городе не живут в республике могут составить необходимую программу необходимый смысле этой республике этому городу программу которая должна работать откуда вот ты можешь составить программу что нужно городу ставрах нет потому что ты не знаешь проблем а трапезников приехал здесь побыл здесь за сколько там три недели как они говорят якобы он здесь значит посмотрел сказал вам нужно и человек за три недели узнал что нужно нашему городу составил программу хасиков жил себе там москве составил программу что нужно нашей республике потом нужно работать ну согласись но это очень глупо я не знаю почему она считает за таких глупых людей почему это же сложилось уже такая картинка нового это допускаем время вот 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 ты знаешь моей идею такая ребята мы должны научиться выбирать правильно и правильных людей люди не верю что выбор могут быть честным что даже если мы пойдем и будем делать правильный выбор все равно победит 70 ты веришь что выборы могут быть честным верю если каждый понимаешь станет ну каждый основном но нам уже показывают что мы вставать на не хотели я все равно буду биться позову заключительный заключительный вопрос такой кого они не заключить кого из команды хахасикова сейчас ты бы выделила вот положительной стороны как персонала ты знаешь всех министров там всех зампредов есть такие люди вообще знаешь тех людей которыми которых назначили министрами мне не вызвало энтузиазма в плане того что это либо люди которые были уже когда-то не показали что они вообще-то ничего не сделали либо люди которые там не знал он вернул из москвы вот кстати еще один вопрос за которыми это могут закидать камнями там все вопрос того что кассика сказал я давайте я приду возвращать наших людей как у меня вопрос зачем зачем возвращать человек уехал живет к примеру там в москве работает он там набирается в опыта удинок это должен все работать зачем его возвращать калмыкию скажите мне пожалуйста вот живет же там не может там нормально неплохо почему ты не правильно понял других людей имел ввиду нет население которое просто уехала на заработки он имел ввиду создать рабочие места чтобы не работа получается подожди получается как ты говоришь подожди сонам зачем возвращать кого-то здесь создай эти места те люди которые здесь живут такая как я я здесь живу мне работа нет ты мне дай работу а вот обуза где пусть возвращаются я их создав рабочие места допустим если там это мои до будет компетенция и они пусть возвращаются почему те люди которые не уехали которые здесь как-то живут выживают дайте им работу все у нас глупые люди ты мог бы вас главе город не знаю меня желание говоришь нет но не жива сути по сути но мог бы но нет желания вот я тебе вообще говорю в принципе да я могла бы занимать какую-то тоже например там должность я могу сказать что из тех кто как обычно бывает заместителями сейчас сидят да есть толковые ребята будут работать мы не уже не до развяжут руки да все равно скажут сделать так как и они сделают это печально но тем не менее выделить кого-то сейчас из действующих там допустим руководителей к сожалению не могу если я раньше могла то сейчас мои утверждения что эти люди вот прям вот такие вот да достойные все прочее или заслуживает моего уважения к сожалению пошатнулась в связи с вот этой вот все ситуации на ситуация да со всеми этими выборами вот этого все прочее как бы настолько оказывается все-таки людей это меняет к сожалению всех лучшую сторону можешь ли ты сказать что твоя жизнь до начинения трапезникова ну да наших движений на таких потестных и после уже изменилась сама жизнь наверное нет но сознание сознание изменилась безусловно и уже обратно наверное вернется ну я надеюсь что я уже не уснул сознание изменится сама жизнь наверное нет у меня в принципе такой период жизни взгляды безусловно они изменились но при этом все понимаешь она вот когда я вот в этом негативе находилась я себя ловила на мысли что я уже начинаю лично испытывать личную неприязнь к этим людям я брал знаешь смотрела на них и думала боже я тебя ненавижу хотя я не люблю это слово вот правильнее то что это чувство и даже это слово не люблю но вот у меня это все уже стало я очень теперь как максим я такая все принимаю поймешь близко к сердцу да при этом всем я очень категоричный и когда я уже поняла что я начинаю испытывать лично хотя ну мы же но ты же такой же как я да тот же самый депутат и не знаю там та же самая там депутату который четверо-пятеро там детей она говорит да только об этом но я считаю что у вас какой-нибудь комитет многодетных матерей которые вы с которыми ты дружишь возглавляю по моему занимайся и хочу вот это вот куда-то да ну и вот когда я говорю о том что я не хочу испытывать никому личные я хочу чтобы вы был милом всем мире чтобы солнце светило птички пели да чтобы мы улыбались потому что мы с тобой в чем-то настолько схожи а в чем-то мы настолько разные мы с тобой иногда вступаю такие дебаты что вот со стороны людям может показаться вот а действительно как нам задавали кто какой-то там значит петросян в комментариях начисто писать оскорим об этом не подеретесь но при этом все мы же можем объективно спокойно прийти там к чему-то либо общего убедить либо не прийти называть конструктив это называется адекватность да по моему мнению чего я искренне желаю нашего руководства просто будет будьте адекватными ну пожалуйста ну и не знаю я действительно вот какой-то степени хотел тело что ты бы им посоветовал ты уже сам сам самому на него и ответил я хочу чтобы они просто прислушались к своему сердцу что воды ты такая позитивная веселая красивая спортсменка девушка пожелала бы всем жителям нашей республики на нашим подписчикам ну конечно я хочу пожелать счастья скромно нет но мы же говорим вроде о политике да не не все уже мы заканчиваем наш диалог и вообще вот эти встречи называется о политике без политиков дом то и дело что в этом то есть ну что обычные люди я сюда зла обычных людей чтобы наших политики власть том числе увидела и другие люди увидели на при теперь сейчас тебя увидит девушки твоего возраста Скажут, а почему Ирина Данилова может, а мы не можем. И все. Я хочу просто сказать каждому, не важно, это Сергей Чхасиков, это трапезников, санал, это оператор, это или это будут незамые соседи. Я просто хочу каждому пожелать, слушайте всегда свое сердце. Безусловно, совесть нам либо позволяет, либо не позволяет поступать так или иначе в нашу жизнь. Но сердце, оно никогда не обманывает. Все равно мы должны поступать именно по сердцу. Это мое умение, оно субъективное. Я не политик, я не самый умный там человек, но я в своей жизни стараюсь поступать так. Порой бывает безумно больно, но это никогда не неправильно. Это всегда так, как оно должно быть. Это все на самом деле. Спасибо, Ирина, что пришла. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...